Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Женатый год, ребенку 6 месяцев, муж обидчивый человек и долго отходит. У него понарастающие длится несколько дней, я сама схожу от досады, ненавижу, когда меня игнорируют. И так, 3 года, что мы знакомы, я думал он исправится, но нет, все то же самое, он говорит, ему надо время, чтобы отпустил, но несколько дней игнорая секса, просто рушит нашу семью, говорит бесполезно, либо орет, либо молчит, и так каждые 2 недели, и что делать, спасибо. Здесь сразу несколько важных моментов нужно подчеркнуть. Во-первых, вы почему-то думали, что изменится ваша прок. Значит, с чего и как вы решили, что он изменится, что он исправится, почему вы считаете, что вообще это нужно исправлять, да? То есть здесь у вас получается такая история, что вы изначально своего мужа полностью таким, какой он есть, не принимали, а получается, что как бы рассчитывали на то, что он, ну, будет другим, да? То есть рассчитывали на то, что, ну, будет вот какая-то лучшая версия вашего мужа. То есть это, что называется отношение инвестиций, то есть вот в будущем, как бы он изменится и справится. Это не очень хорошая история, потому что отношение строится на безусловном принятии себя, да? Ой, безусловно принятие другого человека, супруга, ну и себя тоже, вот. Ну, значит, первое, на что нужно обратить внимание, это как вы пришли к идее того, что он вообще, как бы, ну, должен исправляться, да? Вот, почему и с чего он должен исправляться. Это вот первый такой важный аспект, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Второй важный аспект, это то, что вы ненавидите, как говорите, когда вас игнорируют. Тоже довольно важно, довольно важно проработать этот аспект, чтобы вы как-то вот поспокойнее реагировали на то, когда вас игнорируют. То есть это вот какая-то невозможность здесь оставаться наедине с собой, это какая-то невозможность здесь находиться вот в этом, в этом состоянии, да? В состоянии, когда вас игнорят. Вот, и, соответственно, вас это задевает, здесь всплывает какой-то ваш конфликт, личный конфликт. С другой стороны, есть некоторая закономерность, я бы даже сказал некоторая странность в том, что ненавидя, когда вас игнорируют и ненавидя, когда, ну, когда вот такое происходит, вы почему-то выбираете именно такого человека для отношений. Понимаете, то есть это как минимум походит на такой сценарий, личностный, жизненный сценарий. Ну, как бы, такое ощущение, что вы себя вот целенаправленно, да, ставите в такую ситуацию, которую ненавидите и которые вызывают вас засаду. Вот. Это также необходимо поисследовать, потому что если это сценарий, то через засаду вы реализовываете некоторые свои негативные установки по отношению к самой себе. Например, я достойна только такого отношения, чтобы меня игнорировали. Ну, к примеру, говорю, это вот как один из вариантов такой вот, ну, такого негативного сценария, да. Дальше. Ваш муж, сам того, возможно, не желая, вас, вами манипулирует. Он этого не хочет. Скорее всего, и, скорее всего, ему действительно нужно время для того, чтобы, ну, отойти от обиды, да. Как-то вот, ну, прожить то, что ему неприятно, да, то, что ему тяжело и так далее. То есть, я не думаю, что он манипулирует вами, ну, как-то специально, да, вот. Но, тем не менее, это очень сильно похоже на манипуляцию с его стороны. Вот. И на манипуляции, на мой взгляд, нужно реагировать, в общем и целом, как бы, своими границами, да, личными в первую очередь, наверное. Вот. Реагировать нужно преимущественно тем, что для вас приемлемо, а чтобы нет. Вот. Реагировать желательно, значит, своим, ну, вашим, так скажем, ценностями, вот, и ни в коем случае, в данном случае не прогибаться. И вот форма того, как вам не прогибаться, хорошо проявляется в освоении, так скажем, навыков без конфликтного общения. То есть, чем у вас больше будет ресурсов для выстраивания неконфликтного общения, да, чем у вас больше будет возможностей. Для выстраивания вот такой модели взаимодействия. Тем, конечно же, будет лучше. Поэтому, в этом смысле, поработать над тем, чтобы научиться неконфликтно взаимодействовать с вашим мужем, да, именно вот неконфликтно взаимодействовать с ним. Крайне-крайне важно. Освоение навыков неконфликтного общения крайне-крайне важно. Вот. Поэтому здесь работа, на мой взгляд, должна проводиться в этих направлениях. Следующее, в том, что касается вашего мужа, да, например, считает ли он проблемой. То, что с ним происходит, если считает, а вы можете озвучить этот факт как проблему. Вот. Если он считает это проблемой, то можно и нужно обращаться к психологу. Поэтому ему, уже ему самому нужно это делать. Вот. Уже ему нужно самому действовать в этом, как бы, направлении. Вот. И дальше уже можно будет вот о чем-то говорить, да. То есть, как бы, ну, дальше уже можно будет помогать, допустим, ему помогать, тем, чтобы вот преодолеть, так скажем, его проблемы. Если он считает это проблемой, повторюсь. Потому что муж может, в принципе, ну, в принципе, не считать это проблемой и совершенно, как бы, спокойно, да, жить и просто делать вид, что, как бы, ну, что его там что-то не устраивает. Вот. Понимаете, да? Поэтому вот на такие аспекты мне бы хотелось обратить ваше внимание. Ну, вот, в первую очередь, конечно же. И, в общем-то, все на этом. То есть, вот вы задаете вопрос, да, как бы, что делать. Я, соответственно, могу вам задать средний вопрос, что делать, чтобы что, да. То есть, вот, чего вы хотите получить вообще в, ну, в итоге. Вот. Потому что здесь можно разобраться в себе, да. Здесь можно гармонизировать отношения с мужем. Вот. Здесь можно научиться, как я уже сказал, бесконфликтному общению. То есть, вот это все. Дело в том, что обида, ну, всегда, вот, всегда обида, это, про детскость. То есть, обида, это, детское такое, вот, ну, детское поведение, скажем так, ну, человека. То есть, обида, это люди, которые, вот, достаточно, достаточно, эм, сильно ощущают себя, эм, маленькими, да, которые привыкли, вот, через обиду, там, манипулировать и так далее. Вот. Поэтому, ваша задача заключается в том, чтобы перестать это, эм, что называется, позитивно подкреплять. Вот. Эм, пока ситуация, вот, складывается так, чтобы, эм, ну, позитивно, эм, подкрепляется, да. Эм, вот, эм, то, что человек делает, например, эм, вот, то, значит, эм, ситуация будет достаточно негативной. Вот. Поэтому, на мой взгляд, эм, имеет смысл вам, также, подкорректировать, свое поведение для того, чтобы, эм, ну, не давать, эм, человеку, эм, такой вот возможности. То есть, не давать, эм, человеку, эм, возможности так справиться. Вот. И, эм, вам, эм, ну, вот, в этом смысле, вам, эм, что можно сделать? Эм, прям, начать, начать, начать с этой работы над своим поведением. Вот. Над моделью своего поведения, над тем, как вы выстраиваете, эм, эм, ну, свое поведение. Человек. Вот. Вот. Это, эм, на мой взгляд, довольно важный, эм, довольно важный аспект. Вот. Эм, мужа, своего мужа, да, вы переделать не сможете. Это, совершеннейший факт, вот, это абсолютнейший факт, что вы не сможете переделать своего мужа, да и не надо. А, вот, изменить, эм, себя, изменить свою модель поведения, это вполне возможно, если, конечно, вы этого хотите. Поэтому, эм, если, эм, что-то из, того, что я сказал, вам откликнулось, эм, вот, если, с чем-то, эм, из того, что я сказал, эм, вы хотите работать, то обращайтесь, эм, к любому из, э, специалистов, да, вот, а, ну, к любому, к любому из психологов, эм, и мы вам, э, соответственно, поможем. Вот, эм, то, что я мог бы вам ответить, ответить, эм, с точки зрения, вот, психологии, с точки зрения, психотерапии, вот, с точки зрения своих, эм, ценностей и так далее. Я желаю вам всего самого доброго, э, удачи, вы, э, ну, вы большая молодец, что обращаетесь за помощью, вы большая молодец, что озвучили проблему, вот. Эм, теперь следующий шаг заключается в том, чтобы, эм, эм, конкретизировать ваш, э, запрос, вот, конкретизировать, э, задачу для психологов, вот, и проработать те аспекты, которые касаются в первую очередь вас. Дальше уже, э, э, можно будет, э, э, двигаться в любом другом направлении, э, в котором вы, допустим, ну, сами, сами захотите. Вот. Но помните, пожалуйста, что, вот, как раз, эм, э, своего мужа, да, вы изменить не сможете. Это невозможно. Это невозможно, особенно, если он этого не хочет. На этом всё. Э, удачи вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!